антон николаевич здрасте громенюк нет такого живой мужчина хозяина меня антон это нет это я громенюк а я не антон николаевич булгаков слушаю радион виктори ладно антон николаевич смотрите два вопроса осталось у нас открытыми по поводу вот это ваше сообщение то что вам представители дез отключили электричество первый вопрос значит вы ходили бюро своя куба и снимали куда в морг в морг на направлении же выписывали на побои до выписывали но у меня времени нету совершенно я на не схожу или среду нет выжидайте что наше наше тело как бы способна залечивать раны душевные дольше залечивается физически быстрее но не было возможно понятно ну ладно так второй вопрос значит вы указываете что они вам отключили электричество они указывают что вы потом его самовольно подключили вот на второй вопрос скажите пожалуйста вы подключали после того как они ушли свою квартиру сентябре пищи то радион виктор издавать разгаре разговаривать юридическим языком они указали обстоятельства что у них есть видение что якобы я подключился обратно сам один а теперь вопрос следующий они доказательства указали данных обстоятельств но они говорят что вы подключили свою квартиру к электросетям общего пользования и соответственно вам задаю вопрос вы подключали лично вот вы свою квартиру к сетям вы прежде любительства дождите радион викторич прежде прежде чем мне задавать такой вопрос вы с них возьмите расписку об ответственности по уголовной статье за этот заложенный донос вот тогда поговорим но они мне материал же прислали поэтому я же понимаете я не только ваше обращение о смотреть я их тоже смотрите кого я же должен золотой середины поймать проделали виктор кто конкретно говорит что я я бы якобы подключался сейчас одну минуту буквально приводную минуточку там же это обращение где за подписано же сейчас ничего сам не напрягает по времени буквально 20 секунд так обращение написано директора а а русина он расписался об ответственности задачу ложных показаний заведомо ну на основании изложенного в общем он просит привлечь булгакова антона николаевича за самовольно подключение безучетно использовали критиковой энергии в этом обращении в этом обращении естественно по данной статье пока вы не расписался поэтому в принципе вот где он викторич вот когда тогда и поговорим все пулю смотрите как бы в управлять не будет да вы вы же знаете где нахожусь правильно конечно и вы знаете где я нахожусь то есть вам ко мне подойти будет не проблема зачем смысл я же тоже буду с вас объяснение брать в электронном виде подключались либо не подключались ну и там же кстати я должен отразить это чтобы родина с моей либо не родион викторич вы не смотрели последнее видео на моем канале потом николай честно говоря youtube не пользуюсь вот из-за категорического отсутствия времени я оставлю же известно что у меня неделю назад пытались в четвертый раз дать психушку и когда в них это не получилось у сотрудников полиции они попытались не путя пальцевой записи которая это опубликовано то есть была попытка вменить по статье 6.9 употребление наркотических средств насчет вас я думаю это вообще статья не вот у меня у меня на вас лично знаю при по сути дела и как могу тоже ручаться что вы не употребляете наркотические средства благодарю я там сторона вопроса родион викторич благодарствую за ваше слово но я на самом деле ничего не употребляет да не этого знаю но все мы там кто любит на лыжах кататься кто любит парашюта прыгать кто в воду холодную ныряет наркотических средств а лично вы вы даже не будете употреблять по собственному в разумению понимаете вы так же прекрасно как и я осознаете опасность потребления данных в другом вы были несколько приняты предприняты сотрудниками полиции несколько попыток меня упечь в камеру но они вас возили на освидетельствование не вводили не на освидетельствование они меня сдали приемное отделение мне повезло что я это вспомнил что я хорошо знаком с тем врачом который меня наблюдал два года назад и повезло что он оказался он пришел убедился что я в адекватном состоянии основании нету для госпитализации да там врачи тоже принципе они специалисты я тоже скоро а только потом меня поверь это сказали нужно пройти освидетельствование я так и чего прошли я отказался понятно ну ладно в общем антон николаевич 8 давайте так надо я руси напрашиваю выяснил расписку возьмите задачу это предупреждение вот они расписка то принципе вот эта графа есть ну вот пускай пишет предупреждается ну я думаю подпишите вот это своя правда какая там правда нету никакой правды а потом пускай предупредит а предоставить эти доказательства ну в принципе мы же регламентируем их не макова а подключение особого на подключение и родина предоставляет фото таблицы родион виктори вот то что он вам написал будьте добры направьте на электронный адрес антон николаевич я вот тут сожалению не могут этим воспользоваться если фамилия булгаков и имя вы можете соответственно вот вы сами же можете ознакомиться с этим материалом принципе проблем то нету ну так а в чем проблему сфотографируйте пришлите мне пожалуйста одно дело если я вам пришлю понимаете это будет не совсем верно с моей точки зрения вот если вы сами придете и ознакомиться с материалом вы имеете полное право вы понимаете вот это все эти вайбы и ватсап но они если на то пошло они не совсем юридические как быть те те сети по которым я могу вам присылать эти все документы радион виктор я вас понял а теперь бы высушить у меня я пункт этих событий неделю назад которые произошли я предполагаю что именно по устному приказу евсеева именно меня на текушку и пытались потом 6 9 менить ладно антоник а в принципе слушайте мы можете даже не приходить вот просто вы мне просто ответьте вы сами отлично вы вы подключались к сетям или нет больше от вас случае не спрашиваю вас что устроит устный моим мой устный ответ в данном случае хотя бы тогда чтоб я уже в своей голове как говорится разложился по полочкам ну устно за это заявляю я не подключался обратно к электричеству ну все в принципе понятно ведь мне же надо сейчас все таки строй строить текст который я сейчас будут набирать на компьютере тогда нас очень мне надо будет отразить именно вот это вот этот ваш ответ ну ладно тунику оставайтесь все будьте здоровы и вам нужны официальные объяснения письмами это присылайте список вопросов на электронные адресы и я вам в ответ заполню только прежде не забыть не проложить основания на основании чего я должен давать объяснить куда вы подойдете в квартиру где нет цвета и темно туда и подойду я же думаю что вы придет сургута я человек мобильного будет подъехать да нет у меня я вам говорю после вот того что неделю назад случилось у меня к вам вот вообще никому нет доверия вот это от вас вышел то еще с какого года то ну так все верно все правильно вроде как не но я не настаиваю я не могу как бы вас пока заставлять понимать что я буду нарушать товарищ права вот тем более у меня у меня вот к вам тоже быть не помните были претензии но вы вроде встали на верный путь и как-то это себя начали правильно вести а на этом пути стою я выполняю свою определенную задачу надо это делать и по-человечески всегда они на стол и стараках законности у вас это старание прослеживается а вот у других полицейских они в лицо говорят одно в глаза это там из тебя в дежурке совершенно другое происходит смотрите антон николаевич в общем вы значит сами не подключались к сетям электричество вообще домового и кого-нибудь просили или нет без комментариев все без комментариев да ну все ладно все тогда всего хорошего до свидания до свидания алёна слушалась радион векович да я живой мужчина хозяинами антон вы через 40 минут на месте будете если подъеду пообщать у меня тоника сейчас пока не могу я отчитал все хотели ну по вчерашнему вопросу пообщаться в принципе все там я в принципе рапортом вы выложил стать общению нашего начальство читает но ознакомиться материалами то можно ну теперь наверно через несколько дней а где они материалы я хочу ознакомиться в прокуратуру материал сначала съездить они ознакомиться с моим решением отчетом как раз я не прав там а какое решение вот я вынес пока постановил об отказе возбуждению уголовных делов благодарствую сейчас они посмотрят и если посчитать что я не про значит а про отчетом за там че уголовка что ли почему административка ну пока я вообще сказал уголовного дела не так там же административка вроде счет там 17.9 что ли статья ну если вы не подключали какое отношение вас будет протокол вопрос вы говорите ну под не выражение трогать у вас и доказать что у них нет никаких у меня нету доказательств у них нету доказательств как я могу без доказательства стадать так и что когда они вернутся ориентироваться дней здесь прибавляйте наверно о-о-о-о-о-о-о-о-о блин а чё не блин и и Ну, это я ориентируюсь. Ну, мы с неделю 7-8. Нет, а если в прокуратуру... Так материал уже в прокуратуре? Среди он туда уйдет уже. А, так он у вас на руках сейчас? У меня нет, он там на подпись у начальства. Где? В отделе полиции? Совершенно верно. Так, ясно, ладно, буду думать о благодарности. Ладно, все, до свидания. До свидания. Так, дальше у нас... Тут же этот, директор управляющей компании, ДСВЖР, решил написать на меня это заявление, что я якобы сам, самовольно подключился обратно к электричеству. Угу. И при этом не предоставил ни одного доказательства. Отказуха пришла, отказной материал. Причем такой материал интересный, сейчас это... Вместе посмеемся. Написал отказной материал Громенюк, участковый. Так, вот такой ответик пришел. От 15 февраля. Уважаемые, все дела. Это мне пишет Евсеев, тот самый... Я предполагаю, что именно он дал устный приказ сдать психушку. Занеститель начальника отдела полиции номер 3. И он мне пишет, уважаемый. И именно он участвовал, когда меня головой в пол втыкали. И именно он участвовал, когда женщину с лестницей спускали. Я на травму заработал получил от этого. Так, сообщаем по факту. Ну, в общем, тут отказной материал. Все дела. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела. На одном листе. Они даже цифры перепутали. На двух листах. Ну, в общем, они рассмотрели мое сообщение о совершенном преступлении. По факту отключения незаконного. И... Вот мне оконцовка нравится. Во. Возбуждение уголовного дела. По такой-то статье в отношении Русина отказать. По такой-то статье в отношении Матюшенко отказать. По такой-то статье... Это... По гражданину такого-то тоже отказать. Так, а 330-й это что такое? Это что там? У меня какие-то признаки, что ли, были? Самоуправство? С моей стороны? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, ну да, Русин писал все это. А, он что, на меня уголовку, что ли, хотел завести? Ну, это вообще наглость. Так, по 306 в отношении директора отказать. По 306 в отношении меня тоже отказать. Не меня, а мои персоны. Так, рекомендовать. А, вот самое главное, смотрите. Рекомендовать Булгакову и Русину по данному факту обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Родион Викторович, ну как так? В общем, в Сургуте все спокойно. Смысл такой. Никто ничего не нарушает. Уголовников никаких нет. Действий никаких нет. Все замечательно. Ну, что-то у вас там есть личная неприязнь. Идите в суд. А в суде, как я вчера показал, видео, дурилка картонная, мой иск дважды обратно завернули. По двум надуманным причинам. Сразу. Говорит, обращаешься в полицию, говорят, ничего не видим, ничего не слышим, идите в суд. Обращаешься в суд, они говорят, а вы вообще руспись не поставили. Жесть. В прокуратуре выше моего роста стопка только сообщение совершенных преступлений тоже ничего не видят. Ни одного уголовного дела, вообще ничего. Ну, вообще никто ничего не видит. А свет рубят только так, налево и направо. И не только мне, но и малоимущим семьям всяким, где есть и инвалиды, и малолетние дети. И вообще без разницы. Рубают только так. Вот такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова